Как на практике в Украине защищают права детей и кто наиболее нуждается в опеке взрослых? Мы поговорим сегодня в студии. Наша гостья Лариса Самсонова, глава общественной организации Рудына, цель которой оказание помощи нуждающимся детям. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. 1 июня и сегодня очень много внимания привлечено к детям. О защите и о правах детей говорят только сегодня или в течение всего года? Ну, я, во-первых, всех поздравляю. Здравствуйте. Спасибо, и вас тоже. Сегодня действительно очень интересный и знаменательный день, только потому что в этот день обращают на проблемы обычно. То есть права детей защищают, конечно, каждый день. Но о проблемах и достижениях в нашей стране говорят именно сегодня. И это важно, потому что есть какие-то ключевые моменты, срезы, когда нужно на это подвести итоги, на это обращать внимание. Ну, а насчет защиты прав, вы знаете, у нас общество пока не правовое, только потому что люди вообще мало знают о своих правах. И вообще слово «право» — это, знаете, даже смешно, иногда мы имеем право, чтобы иметь право. Немножко так утрирует. Но на самом деле мы к этому идем, мы на пути. И все больше и больше людей говорят о том, что права детей нужно защищать, права людей нужно защищать, и вообще права граждан нужно защищать. А в какой защите в первую очередь нуждаются украинские дети? Есть ли какие-то подразделения, категории, по которым можно определить эту защиту? Для детей важнее всего безопасность. И вот безопасность — это то, что сейчас у всех на устах, потому что именно этого сейчас нашим детям категорически не хватает. И это постоянная тревожная среда, потому что никто не уверен в будущем. Ни их родители, ни правительство, ни общество в целом. И поэтому дети растут, к сожалению, немножко в тревоге. Но это один аспект. А второй аспект — есть дети, которые все время в тревожной среде, в каком бы время они ни родились. Это дети с инвалидностью. И они рождаются в тревожной среде только потому, что при их рождении вообще происходит стресс у всей семьи. И именно помощь семье гарантирует право детей на то, что им будет хорошо, и эта тревога снизится. Поэтому есть такие как раз категории детей, которые действительно постоянно нуждаются в защите. В любые времена, во время войны в том числе, но и кроме войны тоже. Если мы сейчас вспомнили, к сожалению, военные действия, которые разворачиваются на востоке Украины. По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в течение этих нескольких лет жертвами военных действий на востоке Украины стало больше одного миллиона детей. Можем ли мы с вами утверждать, что после начала этого конфликта уровень защиты детей в Украине вырос? Или, по крайней мере, подход к детям, к правам защиты изменился? Пока это на уровне разговоров. Вы знаете, пока еще мы не пришли к тем тактическим действиям, которые должны совершаться. Вот, например, даже сейчас правозащитные организации, которые занимаются проблемами детей, которые пострадали во время военных действий, они настаивают на том, чтобы появился в стране у нас статус детей, которые пострадали от военных действий. Потому что на самом деле все понимают слово переселенцы, все понимают там, но что люди эти пережили, какие стрессы, какие травмы у них есть. Это потом может отразиться на будущем целой страны. Если сейчас с этим не работать, это не проработать, то тогда вырастет еще одно тревожное поколение. Поэтому я думаю, что это совместное действие между общественными организациями и правительством. Потому что государство, конечно, машина очень малоподвижная и тяжелая, но им нужно помогать. А удалось ли наладить контакт с государством для того, чтобы это было не только на уровне разговоров и инициативы, а и получило законодательное основание для статуса? Пока принята постанова, которая говорит о получении статуса детям постраждалым от военных действий. Но эта постанова, она вообще-то немножко дискриминационная. И сейчас, я знаю, в Министерстве социальной политики созданы по инициативе общественность рабочие группы, которые собираются устранить эти дискриминационные моменты, потому что очень тяжело получить этот статус. Там нужно привести очень много доказательств, справок, что действительно это было, свидетельских показаний. То есть это очень трудно. У нас не работают конкретные случаи. Это трудно, вы знаете, с точки зрения документации, но мне кажется, это трудно еще с психологической, человеческой точки зрения, для того, чтобы человек еще раз пережил все то, что было до этого момента. Это ему приходится еще раз переживать. И вообще, когда ты понимаешь, что нужно пройти еще какие-то процедуры, когда тебе и так плохо, а ты доказываешь, что ты пострадал, то это очень на самом деле сложно. Потому что на самом деле важно работать не с документами, с документами во вторую очередь, а разобрать случаи. Возможно, человеку не надо будет никаких статусов, если найдется такая служба, которая разберет конкретный случай, тот стресс, те эмоции, которые возникли в процессе войны. И тогда, возможно, социальные работники, психологи и другая команда специалистов, они бы предупредили это все раньше, чем конечным итогом может быть получение статуса. Лариса, на базе вашей общественной организации функционирует социально-реабилитационный центр. С какими вопросами к вам обращаются взрослые, дети? И что вы можете им ответить? Какую помощь вы оказываете? Мы вообще-то предоставляем услуги. Это у нас новое направление в стране. Хотя оно давнишнее, сейчас с 2003 года в нашей стране был принят закон о социальных услугах. Но, к сожалению, услуги как инструмент оказания помощи не имелись в виду. У нас люди больше понимают, что такое социальная выплата, что такое социальная льгота. Но они мало думают о социальной услуге. Хотя в повседневной жизни они об этом постоянно, они этим пользуются. А вы можете объяснить нам, что это значит для того, чтобы мы разобрались? Социальная услуга – это когда одни люди предоставляют услугу другим людям. Вот, например, к нам обращаются семьи, у которых очень тяжелые дети. Дети с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном уходе 24 часа в сутки. Это чаще всего комбинированные дефекты у ребенка, когда, например, есть аутизм плюс слепота, или аутизм плюс глухота, или комплекс проблем генетических, в том числе умственное развитие, когда человеку нужен уход, качественный уход. И кроме ухода ему нужен еще достойный уход. То есть и все остальные элементы этого ухода, такие как образование, научение самостоятельности, научение жизни, социализация и так далее. Так вот, мы как раз предоставляем такую услугу ухода, дневного ухода, когда родители к нам приводят детей утром, с ними занимаются квалифицированные специалисты, а вечером родители детей домой забирают. Во-первых, они отдыхают, потому что они ушли даже на работу, и там отвлеклись от повседневных дел. А во-вторых, ребенок учится общаться с другими людьми, не только с родителями. Потому что чаще всего родители приходят уже тогда, когда наработаны все возможные плохие типы поведения, которые могли быть. Потому что никто не рождается с этими знаниями, знания должны получиться, откуда-то взяться. А в этом общении вы и семья, государство присутствует? Помогает ли вам государство? Я могу с радостью сказать, что вот уже третий год частично присутствует. И хотя бы вот в том моменте, что мы сами арендуем помещение у государства, и государство нам сейчас компенсирует небольшую сумму на оплату коммунальных платежей. То есть государство уже присутствует. Но на самом деле, вообще-то, было бы логично, если бы государство покупало такие услуги у общественных организаций. То есть не создавало свои какие-то государственные стены и монстры, которые потом очень трудно изменить. А, например, существует проблема, которую нужно решить быстро. И нужно быстро сориентироваться, кто ее уже решает. И тогда просто взять и купить эту услугу у тех, кто ее предоставляет. Это было бы и выгоднее, и логично, и быстрее. Вы сейчас говорите о таких важных прикладных вещах, если переключиться на государственную власть. И вы знаете, что есть определенная категория детей, которая нуждается в защите. Государство, какие должны сделать шаги для того, чтобы эти дети эту защиту получали на должном уровне, в первую очередь? Прежде всего, должны быть понятные механизмы обращения. Когда человеку плохо, он не должен сначала собрать кучу документов и справок и доказать, что ему плохо. То есть должен быть простой механизм обращения за помощью, понятную службу, по понятным процедурам. У нас служб много, а порядка в этом, к сожалению, пока еще нет. И нужно разобраться, проходить несколько кругов ада, чтобы понять, где же все-таки помощь предоставят. Во-вторых, государство, оно должно точно помочь определить потребности людей. Просто оно пока предоставляется, услуги стандартные и в виде каких-то одинаковых процессов. А у каждого человека есть свой личный случай, в котором есть личная такая вот маленькая проблема, начиная с которой, возможно, все остальное само собой решится. И вот если государство научится определять эти потребности, даже с помощью общественных организаций, с помощью квалифицированных кадров, тогда действительно будет проще. Потому что если ты знаешь, какого размера у тебя ноги, ты знаешь, какой обувь ты должен купить. То есть пока сейчас это в процессе становления, я думаю, что мы скоро к этому придем. Очень хочется, чтобы этот процесс имел логическое положительное завершение. Спасибо вам за эту беседу. И вы знаете, я хочу пожелать нашему обществу мудрости, чтобы мы знали, каким образом нам уберечь наших детей, чтобы нам в будущем не приходилось их защищать. Спасибо вам еще раз. А я напомню, что нашим гостем была Лариса Самсонова, глава общественной организации «Рудына». Лариса Самсонова, глава общественной организации «Рудына».